Итоги дней зимних видов спорта. Об этом поговорим в рамках программы Акцент с художественным руководителем школы танца Ультрамарин Тамарой Арутюнян и солисткой школы танца Елизаветы Полищук. Тамара, Лизочка, здравствуйте. Вы стали лауреатами первой Всероссийской Олимпиады искусств и спорта на волнах успеха. Я вас поздравляю с этой большой победой. Сразу, кстати, в двух номинациях. В чем секрет вашего успеха? Ну, прежде всего, это, конечно, большая работа на тренировках. Больше, конечно, уделяем внимание постановкам танца, костюмам. То есть такая совокупность костюма, работы, постановки, она, конечно, и приводит. И, конечно, главное желание ребенка, вот, танцевать, добиваться успехов, чтобы были результаты. Если есть желание, то будет, да, будет. Вот, а что сегодня из себя представляет вот эта вот школа танца Ультрамарин? Ну, школа танца Ультрамарин вообще была создана в 2010 году. Мы молодой коллектив. Нам в апреле этого года будет всего лишь пять лет. Ну, мы молодые, амбициозные, нам хочется участвовать много везде, на разных конкурсах, мероприятиях. Мы участвуем на спортивных соревнованиях, на открытиях, на закрытиях нас приглашают, в городских концертах. Вот, и также, конечно, принимаем участие во многих конкурсах, где хотим вот больше себя показать, проявить, добиваться каких-то... У вас столько кубков рядом с нами стоит, все победы на счету Ультрамарина. Да, да. В этом году у нас вот уже, говорю, в 2015 году, в январе месяце на Олимпиаде искусств вот уже заняли первое место в двух номинациях. Это детский танец 5-8 лет и эстрадная хореография 9-11 лет. То есть два первых места мы привезли. Давайте, может быть, не на словах, на деле посмотрим, чем вы занимаетесь. Я бы попросила Лизочку, может быть, она что-то продемонстрирует нам из того, что ей нравится, чем она занимается. Лиза, смотришь? Давайте посмотрим, как раз, чем же занимаются детки у вас в студии. Сейчас Лиза будет показывать элементы акробатики. Вот, ага. То есть, ну, по сути, это вот как гимнастика. Да. Инсилютная гимнастика, связанная с танцем. Затяжечку. Все. Молодец. И костюм какой красивый. А давайте, пока Лизочка присаживается, мы посмотрим непосредственно вас в действии на соревнованиях. Внимание на экран. Лизочка. Продолжение следует... 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 Да, и в Киев ездили, и в планах, в принципе, и Москва, и Санкт-Петербург, все впереди, надо, говорю, главное готовиться, я считаю, участие, вот, количество раз в выступлении, это очень важно, но в любом случае, главное еще подготовка в самом зале, да, как тщательно и грамотно мы подготовим детей, такие результаты у нас и будут. В общем, давайте вот в целом расскажем непосредственно нашим телезрителям о важности занятия спортом, и в частности, вот, танец, он же развивает не только ребенка физически, насколько я понимаю, эмоционально, подача, все, то есть, в чем плюсы? Самоуверенность, прежде всего, ребенок более в себе, да, ребенок уверен в себе, то, что он какие-то цели, да, в зале достигает каждый день, то есть, и уже в жизни он более самоуверенный такой, вот, уже может за себя, да, и постоять, потому что такие качества тренируются на тренировках, вот, в чем плюсы? Плюсы в том, что вот эти соревнования как раз-таки и дают большие плюсы, то, что дети не просто пришли себя показать, но и посоревноваться, посмотреть, кто лучше, да, хотя вот есть коллективы, с которыми мы очень дружим в повседневной жизни, а на конкурсах мы конкуренты. Удается совмещать конкуренцию с дружбой? Я думаю, да, и дети наши ездили вот с коллективом Дива, с Инкермана, мы очень дружим, и дети наши ездили вместе в лагерь, они были целую смену, сдружились, и на каждом конкурсе они друг за друга очень переживают, за каждые места. Лизочка, это правда? Да. То есть, у тебя много подруг из других коллективов, просто здоровый такой вот, здоровая конкуренция получается на соревнованиях. Ну, как бы, да, мы и дружим, и болеем за друг друга, и у нас конкуренция в то же время. Конкуренция у нас. Да. Ну вот, а ты видишь свое будущее в дальнейшем спорте, или в какой-то другой стезе хочешь пойти? Какие твои личные планы на будущее? Ну, у меня в планах я хочу достичь более еще высот, и я хочу, как бы, может быть, и создать свой бизнес по танцам. Серьезно? Вы знали об этом? Да. Я там смотрю, у вас удивленные глаза. Про бизнес не знала, но вот про то, что многие ученики хотят, да, заниматься этим же, как бы, продолжать мое дело, я буду очень рада им помогать в этом, так что будем подрастать. А ваши выпускники, в принципе, где себя после находят, как вы судите по практике? Я же говорю, можно и пойти, да, вот как бы в большой спорт, можно и стать хореографом, пойти в институт, получить образование. В общем, в принципе, планы, да, и также открывать школы танца, хореографические студии, заниматься. Есть очень сейчас много интересных разных направлений современной. У нас в нашей школе танца, как бы, мы на одной классике не останавливаемся, мы изучаем разные направления, мы изучаем и современные хореографии, эстрадная, и народная, и стилизованная. То есть, и дети работают на пуантах, то есть, как бы, вот такая совокупность сейчас очень интересная, когда ребенок может многое, да, не что-то вот определенное. То есть, танец изначально связывают и с гибкостью, и с артистизмом, и с изяществом, да. То есть, все вот, в принципе, я говорю, вот, готовим. Молодое поколение. Молодое поколение, да. Тамара, Лизочка, я желаю вам всяческих побед в спорте в дальнейшем. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию для наших телезрителей, я напоминаю. Мы смотрели программу «Акцент», в ней мы рассказывали о коллективе «Ультрамарин», который сыграл большую роль в днях зимнего спорта в Севастополе. Не переключайтесь, впереди еще много интересного.